Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. В общем, сегодня пробую записывать влог на телефон, не расставляя никаких ламп. Спасибо огромное! Погода прекрасная, когда светит солнце. Я просто как подумала, что мне нужно расставить все вот эти вот лампы, которые сзади меня, там выстроить камеру. И при такой жаре я вспотею, косметика вся у меня потечет, и я просто не смогу ничего снять. Я решила попробовать произвести съемку с помощью телефона. Воткнула, ой, что-то у меня волосинка, воткнула AirPod Touch в уши. Как делает это Таня, моя любимая, Татьяна Икс. Один раз у меня уже была попытка такая, но она закончилась неудачно, потому что я то ли телефон не туда положила, потому что снимала я на камеру, и у меня все время нога, такое чувство, будто у меня нога терлась об телефон, и именно этот звук записался на камеру. То есть, ну, я говорю, и на заднем фоне вот это вот шир-шир-шир. Короче, я такая расстроена была. Получилось, все видео запоролось, и поэтому я решила сегодня с помощью AirPod Touch и записывать прямо на телефон. Может быть, что-то дельное из этого выйдет. Вот, записываю на фронтальную камеру, ну, надеюсь, качество будет более-менее нормальное. Даже прическу сегодня никакую не делала, просто вот взрыв на макаронной фабрике рукой там раскидала в разные стороны. Вот, сейчас закончу видео, буду убираться, вам видите, у нас там на заднем фоне сегодня были с Левой ролевые игры, то есть, куча машин приехали, как это называется там, в мастерскую к Би-Би для того, чтобы чинить машинки. Он обожает этот мультик, и Котенок и Волшебный гараж тоже очень любит. И он потом ушел с папой на улицу, а мне сейчас все это убирать. Ну, и, кстати, я рада, что они ушли, потому что я хоть могу что-то поснимать. И после того, как я поснимаю, я уберусь, я поеду на велике покатаясь. Я не помню, показывала я в предыдущем. А нет, наверное, мы еще на тот момент не купили велосипед. Покажу, какой классный велосипед мы приобрели. Очень-очень легкий, буквально двумя пальцами могу его поднять. Не помню, как они называются. Один парень на улице меня знакомый встретил, сказал, как называется, а я его, в общем, забыла. В общем, ну, покажу вам. Вот, и если, в принципе, нормально все запишется, более-менее приемлемое качество будет и звук, то влоги я отнюдь буду, отнюдь, отныне буду записывать таким образом. Если мне нужно вдруг даже что-то показать, посмотрим, как это все будет выглядеть. Такая рука длинная. Вот что мне не нравится на телефоне, это то, что нарушаются сильно пропорции. Ну, у меня что, такая рука, что ли? Ну, конечно, она не такая. Вот она такая, нормальная. А здесь так, куть. Ого. Куть. И что самое хреновое, ну, извините, фиговое. То, что искажается еще лицо. То есть, может быть, у тебя вообще не такие пропорции, как на телефоне. Ну-ка. Смотрите, если я буду вам показывать палетку. Вполне вообще цвета все отлично передаются. Так что, мне кажется, можно будет и такие видео какие-то снимать, если надо будет что-то и важное показать. Вот. Ну, и все остальное я покажу вам уже во влоге. Надеюсь, я в правильное отверстие смотрю в телефоне, потому что я вообще не знаю, куда я должна смотреть, когда я снимаю такое видео. Но на первый раз, если что, уж простите меня. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Всем привет. Начинаю сегодня свой влог не как обычно перед камерой. А хотел вам показать. Я боюсь высоты. Поехала кататься. Вообще планирую на море, но здесь мимо речки тоже. Проезжаю, смотрите, красиво как. Подальше отойду. Очень красиво. А море еще красивее. Ну, если доеду, то тоже покажу. Чинького нету. Здесь вот по такому мостику еду. Ну и портфель. И с другой стороны тоже. Так, и уже начинаю уборку. Первое, где я хочу убраться, это на рабочем столе своем. И потому что на выпускной очень много я окрасила. И вообще в течение июня, честно говоря, первый раз такое. Ну, я нигде не пишу о том, что я могу накрасить. Там, ну, сарафанное радио работает, поэтому в этом году было очень-очень много народу. И поэтому остался вот такой бардак, потому что не было времени его убирать. И первое, что я сделала, это протерла стол уже вот такими салфетками. Вчера пошла, хотела купить салфетки, которые обычно мы раньше покупали с Женей. Там было в самой, короче, в пачке было 72 штуки. И стоили они евро 89. Я пошла вчера, посмотрела, они стоят уже 3,89. Я вообще в шоке просто, потому что, ну, буквально за 2 месяца на 2 евро цена скакнула. Я думаю, да ну нафиг буду я еще покупать почти за 4 евро. Поискала другие. Ну да, здесь 40 штук, но они стоили евро 39. И даже если бы я купила 2 пачки, мне все равно было бы дешевле. Взяла на пробу еще вот такие вот универсальные. И одни у меня для ванной комнаты. Здесь 20 штук, но тоже за евро 39. Очень хорошо и зеркала протирать, потому что никаких разводов не оставляет. В общем, довольная. Я дешевая и сердито, как говорится. Вот сейчас весь стол протерла. Стол был в жирных пятнах. И от тонального крема, скорее всего. И от других каких-то средств. Я расстроилась, думала, что не ототрется. Ну, все просто идеально. Так что прям я очень довольна. Вот этот органайзер поставила, как я и говорила, на стол. Сюда сложу всю свою уходовую косметику. Потому что она у меня распихана. И в столе, где только ее нет, хочу, чтобы все на виду было. Потому что, ну, сроки годности, естественно, тоже нерезиновые подходят к концу. И дальше еще со стола все достану. Потому что у меня там вообще было так хорошо. А сейчас такой бардак. Так, еще в одном из видео меня попросили полностью показать, как выглядит мой стол. Не знаю, вот видно вам так или нет. Стол у меня на двух ногах. И он приставляется просто к стене. То есть, ну, естественно, закреплен. Были специальные крепления. Вот. И я, конечно, вообще очень довольна этой покупкой. Обожаю его. Потому что, ну, он такой необычный, не белый. До этого у меня был белый со стеклом. Тоже его очень любила. Но я уже говорила, да, что я его продала. Три года он мне прослужил. В идеальном состоянии был. Он, что значит, на заказ мне делал мастер. То есть, вообще не к чему было придраться. Теперь он служит другой девочке вместе с большим зеркалом. А меня вот как раз вполне устраивает мой вот такой вот вариант. Он достаточно большой. Один сплошной ящик, который разделен внутри на два ящика. Вот эти ручки очень классные. Стоил он, кстати, недорого. Мне хватило на стол. Еще деньги остались с продажи. Я что-то еще покупала, уже не помню. И, в общем, просто супер. Надо будет поискать ссылку, если что оставить. Ну, правда, не знаю, куда есть доставка. Вот. А так я прям очень-очень им довольна. И цвет такой приятный, красивый, оливковый. И так, еще хотела показать. Еще один заказ до меня дошел. Сейчас выйду на приличный свет. Это вот такой вот очень-очень красивый цвет. Спортивный костюм. Не знаю, каким цветом вам он видится. Но он очень красиво, мятного цвета. И вот такая куртка. Сейчас на пол положу. Тут, наверное, лучше будет видно. Стеганая такая. Ну, это я заказала уже ближе, скорее так, на осень, я бы сказала. Вот. Это из магазина Кроп. Вот она такая на кнопочках. Я вчера примерила. Очень здоровская. Мне понравилось, как она сидит. И сейчас вот костюм покажу вам поближе. Костюм очень тоже красивый. Вчера я на велосипеде каталась. Думала, не буду его надевать, пока не покажу, чтобы не испачкать. Но все нормально. Не испачкала. В общем, это тоже кровь. И я взяла себе размер М, чтобы он не в обтяжку мне сидел. Я ношу так С. Вот. И он достаточно свободно, как мне нравится. Знаете, как типа оверсайз. И вот к нему такая кофта с капюшоном. Цвет просто очень-очень красивый. Я фотку вставлю, потому что здесь вообще непонятно, почему телефон... А, ну если я вот так повыше встану, вроде бы так лучше. Цвет видно, но он действительно очень нежный такой. Я себя прям зефиркой чувствовала, когда на велике каталась. И в нем абсолютно было не жарко, хотя вчера было довольно тепло. Очень комфортно. Это хлопок, по-моему. Не знаю, здесь есть где-то. Ну, в общем, по-моему, да, это из серии тоже Эко. У них есть такая серия. Вот так что еще моя обновка. Девочки, цены просто жесть. Вот так что мне лукавый шелух наставил. Ну, вот так что мне лукавый шелух наставил. Кофе, чай. Скоро так и будем покупать. Один плюс один. Выгодная цена. Не знаю, что за кофе это. Не знаю, что не вижу ни уровня, а тройка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем доброе утро. Сегодня видео начну с того, что буду делать на завтрак сырники. Уже сто лет я их вообще не делаю. Даже забыла рецепт. Вчера специально купила две пачки вот такого творога. Но на мой рецепт нужна одна пачка. Также у нас яйца. Вот покупаем пока что. По-моему, 3,50 стоит. Там цыплята. Должны были быть. В общем, покупаем вот такие фермерские. Нужно одно яйцо. Мука нужна. Одна ложка сахара и немного соли. Вот. И, в принципе, вот он весь рецепт. Еще немного муки для того, чтобы сырники потом обвалять. Я сам. Что сам? Я сейчас сам. Ты будешь сам делать? Да. Ну, подожди, сейчас. Так, ну, в общем, приступим. А потом я уже включу, покажу, что мы здесь со львом намешали вместе. Подожди. Помощник мой быстро сдулся. Поэтому доделываю сама. Так, взбиваю яйцо. Потом буду вливать его в творог. Положила коричневый сахар, потому что белый мы давно не покупаем. Вот про эти ложечки я говорила. Так, я уже добавила туда яйцо. Все размешала. Сейчас еще нужно будет добавить муку. Так. Не открыть одной рукой. В общем, отправляем в холодильник. Так, я уже присыпала стол мукой. Главное, чтобы в этот момент лев не зашел, потому что он все эти вещи просто обожает. И пластилин, и тесто. И обязательно оценит то, что я здесь надела. Поэтому пока он играет, нужно быстренько все здесь убрать, сделать сырники и уже отправить их жариться. Так что начну. Так, ну вот сырники почти что погорельцы. Потому что пока льву помогала там игру проходить, они, блин, чуть не сгорели. Но не сгорели, я успела их спасти. Думаю, что позавтракать как раз нормально. Они мягкие получились. И один съела уже. Так что в следующий раз, конечно, буду уже повнимательнее. Буду только сырниками заниматься. Потому что быстро они готовятся. Там по 2 минуты нужно с каждой стороны жарить. И, девчонки, хочу показать вам еще посылки свои с косметикой. На самом деле уже давно ничего не заказывала. Все как-то собиралась. Но корзину вечно положу. Потом забываю. Но сейчас покажу, что у меня есть. Первая это посылка с корейской косметикой. У нас, если вы живете в Эстонии, есть интернет-магазин с корейской косметикой. Я ссылку оставлю в описании под видео. Но я так понимаю, что только для Эстонии. Потому что доставку не знаю, куда они кроме Эстонии осуществляют. И оттуда у меня было, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть продуктов. Но вот это, ну, типа как подарочки. Это какая-то маска успокаивающая. Такое интересное оформление. Первый раз вижу матовая какая-то такая упаковка. И видно, что там жидкость внутри. Дальше это бальзам для губ. Эту марку я знаю. Очень часто с ней встречаюсь в разных пабликах. Следующее это тоник. Тонер, точнее. Увлажняющий для лица. Такой большой объем. Сейчас покажу. Сказала Лёви сидеть тихо, пока я снимаю. Сидеть, играть тихонечко. Вот обычно куча комментариев. Вот такой вот. Ну, тоже я еще ничего не пробовала. Обязательно видео. Это просто пока посылку показываю. Дальше здесь вот такое вот средство. Это пилинг гель. Так как у меня проблемная кожа довольно. И постоянно то черные точки. То еще что-то. Эти вещи я очень сильно люблю. И сама покупаю часто. Вот так он выглядит. Дальше здесь это мое самое любимое средство для снятия макияжа. Точнее, это самый мой любимый способ. Это бальзам. Я уже показывала другой марки. Вот Beauty Bay я заказывала. У меня практически закончился. И вот на смену теперь будет у меня корейский. Просто, наверное, самый-самый-самый лучший способ снятия макияжа с лица. Когда он просто весь растворяется на лице. То есть вы наносите. И такое ощущение, что у вас на коже суфле какое-то, которое тает и растворяет макияж. И вот такой крем. Но тоже еще не пробовала. Обязательно расскажу в каких-нибудь следующих видео про фаворит или что-то такое. Буду снимать. И также я заказывала белорусскую косметику у одной девушки, которая ездила как раз в Беларуси. Она собирала заказ, спрашивала, кому что привезти. Я, конечно же, сразу... Лева, тихо! Я, конечно же, сразу решила взять себе 6 оттенков теней от Luxe Visage. Вот это их новинки, к сожалению, не успела, когда была возможность на Wildberry заказать. Поэтому заказала через нее. И я заказывала 5 карандашей в 10 оттенке от Reluie. Вот они такие, цвет пыльной розы. Но она мне привезла только 2, потому что остальные 3 она все не в один день покупала. Она взяла 7 номер. Но 7 номер мне вообще не подходит. Как бы она их перепродала потом. Так что тоже обязательно попробую. Расскажу и сделаю в Инстаграм. Может быть, пост об этих тенях. Но, в принципе, отзывы на них достаточно положительные. Надеюсь, что мне тоже понравится. Ну, вот такие 2 посылки у меня были. Здесь жарко, поэтому, по-моему, я тут разлеглась. Смотрите, я вам сейчас покажу видео 96-го года, где мне 8 лет. Такие мне волосы сделают. Такая артистка, типа, уже можно, да? Желтеют листья в сентябре и падают под ноги гуляют осень во дворе. Пока зима, дороги, листья крюлях облетают. Это на открытии театра, в который я ходила. Так, ну, наверное, буду на сегодня уже заканчивать свой влог и начинать снимать уже следующий. Опять нужно все со стола убирать. Кучу всего разложила. Это достала вчера, делала пост про классные, про классные корректирующие средства. Выкладывала в Инстаграм, но обязательно в Телеграм выложу. И ссылку на свой Телеграм тоже оставлю, потому что там у меня есть возможность появляться чаще. И если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. И увидимся в следующем видео. Всем пока!